Начнем осматривать гирбокс. Плоские шлицы на всех винтах. Спасибо, ребята, это удобно. Причем на всех несущих винтах, которые скрепляют гирбокс. На винтах, которые крепят... Микрик? Там ничего. Снаружи видно, что нозул очень сильно болтается. И давайте посмотрим на него спереди. Вуаля! Посмотрите на эту чудесную форму. Примерно по такой форме растут клешни у того, кто мастер, который вот это собирал. Вот так вот спиливать нозул, это терять минимум 10 метров в секунду. Есть элементарный способ. Берете шуруповерт обычно, зажимаете в цангу нозул, выравниваете и у шкурчика шлифуете. Хули, блядь, устраивать такое дрочилово напильником? Не понимаю. Ладно, это бывает. Все равно все нахуй под замену. Я рассчитывал на это сразу. Убираем лишнюю обвязку гирбокса. Она нам пока не понадобится. Покопаем, что у нас внутри. Шток без подшипника. Ошибка сборки. Шток тут должен быть с подшипником, иначе пружине грустно. Надеюсь, подшипник был хотя бы поршня, но, впрочем, нет. Это чисто для обзора. Я просто показываю ошибки. Да, мне сказали, что это собирали в мастерской. Так. Посмотрим. Надо трагичную музыку выпустить. 50 долларов я и не встраюю. Ау. Май фокин гад. Твою гнать. Вам хоть настрел небольшой. Жив курилка. Повезло. Хорошо, что они эту хуйню запустить не смогли. Да. Первое. Начнем с первого. Я сниму моторчик. И ебать я буду сейчас жестко. Тому, кто делал комплектацию этого пулемета, если он себя называет мастером. Сука! Иди работать дворником. Ты не мастер. Я вот даже не техник, но я вот тоже скажу, ёб твою мать. А, вот здесь очень тугой ход. Ладно, это всё хуйня. Посравнили с поршнями. Я думаю, те, кто поняли, о чём я матерюсь, уже всё видят. Это, блядь, чё? Поршень, блядь, алюминиевый в силуминовом гирбоксе. Пулемёт нам замечу. Замечу, рассчитанном на 300-400 тысяч выстрелов. Вот эта хуйня держит 300-400 тысяч без повреждений, если вы правильно её соберёте. Эта хуйня убьёт её за 5-6 тысяч. При одной единственной ошибке. Блядь, я. Затси. Ясная ебала. Несколько сотен шаров с этого успели отстрелять. 2,4. Да, детка, да! Ставьте такие поршни! Ставьте их, детки! Да! Больше, блядь, таких поршней, больше ко мне придёт нормальных клиентов. Которые наелись говноложкой. И уже не хотят задёшево. Претензий к продавцу нет. Это собирал мастер. Продавец молодец, он всё обозначил, что там какая-то хуйня внутри, я, говорит, не знаю. Так. Всё в песочке. Оу. Оу. Видите верблюдов? Это бывает. Хорошо накушал всё. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу. Всё, 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 всё. Подожди, надо это передать. Это зацир-софт, господа. Вот, вот смотрите. Видите вот эту хуйню внутри? Я сейчас её выну, вы и так её увидите. Просто, блядь, блядь. Блядь, блядь. Что тут выглядит? Замечу, зациршная голова держится очень прочно. Надеюсь, не на суперклее. А прикинь, если да. Да похуй, господи. Не-не-не-не, мне просто интересно. Нет, на песке. Ну, тоже неплохой абразив, кстати. Отдельное слово за тех ебанашек, которые ставят ZC Airsoft в пулемёты. Вам попиксельно разбирать эту хуйню? Или сами поняли? Заебали, блядь. ZC Airsoft не предназначен для пулемёта. Ни одна деталь, кроме головы поршня. Вот эта М73 башка, да, она держит 140. Всё остальное, блядь, пиздец. Если вы поставите сюда гардер, модифай, SHS нормальный, не подделанный, то эта деталька вечная. Ей ничего не будет. На неё нагрузки ударные, она на них рассчитана. У неё охуенная площадь соприкосновений, дополнительная фиксация с боков. Да? Перекосов нет, по ней приходится равномерные расчётные удары, и ей всё похуй. Её хватает на 100-200 тысяч. Вот это уже вышло из строя. Вот, блядь, я руки сейчас мыть пойду. Сука, это пиздец. Тут выбоины. Тут огромные вмятины. Поэтому она, сука, и держалась. Вот, вот, смотрите. Вот, вмятины, вмятина, вмятина. Чё это, блядь? Мне, блядь, много кто говорил, что заебись, и на них по два года бегает. Сами видите? Нахуй с пляжу. Дальше поехали. Надеюсь, шестерни хоть нормальные. Твою ж дивизию. Какое счастье, СХС. И смазочка более-менее приличная какая-то стоит. СХС-100-300, слегка пожёванные, но похуй. Да. Так. Шестерни тоже идут нахуй. Итак. Что остаётся у нас от этого гирбокса? Ничего. Нам не подходит ни одна деталь. А тапит? Ты про него, кстати, ничего не сказал. Это полухрупкое говно производства СХС. Я рискну поставить только на сотку с мягонькой-мягонькой пружинкой. Это прозрачный материал, и они практически все имеют очень высокую хрупкость. То есть, ударная нагрузка, особенно сзади, его, скорее всего, убьют. Иногда сбрасывается антиреверс, приводит нагрузки сзади на дар. Я ставлю более мягкие пластики, я имею в виду более эластичные, которые лучше держат ударную нагрузку. Это, ну, на вторичку куда-нибудь оно поедет. То есть, я сейчас разделю детальки, и мы посмотрим, что вообще из этого дела куда-то пойдёт. Что у нас по подшипничкам? А подшипники хули там база. Они замят... Мы забыли посмотреть шимминг. Не, ну добьём уж танцем, чё ты. Не, знаешь, а я... Остатки кораблекса ценят? Ладно, я на это посмотрю ещё и попозже. А сейчас 10 шимминг, добьём танца. Так, товарищ мастер, который смотрит на... Это всё. Смотрите, объясняю вам нюанс. Я очень надеюсь, что вы смотрите и всё слышите, что я думаю. Вот когда я двигаю среднюю шестерёнку, да, коническая шестерёнка подниматься не должна. Не надо добиваться максимальной площади соприкосновения ценой бешеного износа и засирания смазки абразивной дрянью с шестерёнок. Вот. То, что здесь сделано, это пиздец. То есть, вот я дёргаю, и она слегка-слегка задевает. То есть, чувак подумал, что здесь небольшой зазорчик, и всё будет заебить. А тут по кромочке, ну так, слегка светики видны, но не сильно. То есть, если так вот открыть, да, ну вот так, слегка пошёркана на граничке. Да? Но вот этого достаточно, чтобы смазку забить. Должен быть зазор хотя бы 0,2 мм. Просто, ну вот на будущее. Не надо так делать. Это глупо. Да, это не сильно влияет на работу привода. Да, это чуть-чуть только сокращает срок его жизни, но вы получаете характерный звон. В остальном шивинг, кстати, даже неплох. Ну, почти. То есть, опять же, вот здесь зазор, но он не шибко-то велик. Либо шестерням повезло. Да, шестерням повезло. Они прямые. Но зазоры очень маленькие. На самом деле, вот здесь зашивлено хорошо. Здесь всё хорошо. Вот здесь вот ошибка, на самом деле, реально 0,2 мм. Чуть-чуть приподнять конечку и всё заебись. Шиминг чел делать умеет. Да. Это охуенно. Хотя бы что-то. Чувак, если ты меня смотришь, я вспыльчивый. Но когда я вижу такое, я не могу сдержаться. Это пиздец. Вот. Это тоже пиздец. Он не залактачен. То есть, вот как было, так и поставлено. То есть, максимум пару тысяч, и было бы очень весело. Тут очень небольшой настрел и началось разрушение уже вот головы цилиндра. Эта хуйня уже вышла из строя. Настрел здесь копеечный. Явно на шестернях настрел больше, хотя может быть это просто попавший песок, потому что ободрало задний зубчик. Но в остальном тут вон даже смазочки практически свежие и так слегка засранные. То есть, следы есть. Настрел небольшой. Песка очень много, но упали в песок, это бывает, как бы клиент имеет на это право. Песка здесь реально духуя. А вот. Давайте осмотрим мотор. Мотор в состоянии пизда рулю. На нем настрел явно больше, чем на с Глендрой. Сходный с настрелом шестеренок, по-моему, потому что в общем-то износ вот здесь, да, и износ вот, можете посмотреть, как гуляет основание мотора относительно его тела. Ну, это пиздец. То есть, мотор все, в принципе. Я могу переобжать, попробовать заново притереть, но смысла я в этом не вижу. У меня есть моторы, и такое говно я себе в пуль ставить не буду. Важный момент. Мотор не был ничем поджат. Я сейчас сниму отсюда шестеренки, меня уже не ебет этот шиминг, потому что мне он уже не нужен. И я посмотрю одну маленькую важную вещь. Насколько старый это гирбокс. Опа! Знаете, мне повезло. На самом деле гирбокс более или менее живой. Здесь нет вздутий, хотя мотор болтало. Повезло с той точки зрения, что моторчик слабый. И при старте, видите, как он закрывается, если его не поджимать, он успевает набирать импульс и долбать по этой тонкой стенке. Эту стенку часто ломает. То есть, если вы ставите мощный мотор, постарайтесь добиться того, чтобы вот здесь болтанки не было. Здесь она сейчас есть. Мотор не просто гуляет вперед-назад, он немножечко вращается. Вот этого небольшого вращения достаточно для того, чтобы набрать импульс и вот сюда прилетел удар. Зачем вам это надо? Микрик стоит родной, советский менять не стали, ну и в принципе пофиг, я не собираюсь через него пускать токи через ту проводку. Да, кстати, отдельный респект за базовую проводку на 150. Что тут еще? Да и в принципе все. Айкшники молодцы, скруглили отверстия, гербокс неубиваемый. Кстати, старой версии выступа нет. У новой версии этих гербоксов здесь еще выступа имеется. Вон тут нагар от щеток, работал долго, никогда не мыли. А вот это вот, я не знаю что, но это я нашел в гербоксе. Я предполагаю, что это остатки от чего-то старого, либо кусок дерева, либо камня. Это окаменелости. Может быть это окаменелый паук, которого надо в этом гербоксе заменить, чтобы все работало. Я не вижу, откуда это оторвалось на данный момент. То есть здесь шестеренка целая, ей хоть бы хны. все целое, но не считая вот этого охуительного просто износа. Здесь, кстати, шестерни тук-тук притерлись, они даже не острые еще. То есть здесь все в порядке. Смазки на них прилипшие, живые. То есть это тупо образив попавшую смазку, ее засрал. Плюс песок. Вот здесь какие-то ниточки валяются. Гербокс я еще не вскрывал, поэтому я так громко охуеваю. Наверное, попрошу Бивиса запикать большую часть моих выражений. Пусть заебется. Спасибо тебе, друг. попрошу. Что сказать? Вы видели, что можно купить на ЕСГ? Мне повезло с продавцом. Вернее, не мне, а моему товарищу, который занимается продажами, потому что мне просто тупо не до этого. Я попросил товарища мне помочь с продажей, просто времени нет. Я контакт точно не выхожу. Выхожу, на самом деле, пару сообщений ответить, и дальше. Мне реально повезло с челом, который это продавал, он предупредил о практически всех косяках, которых знал. Вернее, обо всех, которых знал, и даже о тех, которых не знал, он, в принципе, тоже предупредил, потому что я просил товарища, чтобы он выдал мне подробные фотографии. Я уже дальше оценивал состояние, я понял, что, ну да, всё в пиздень. Вот по поводу этого я подозревал, на самом деле. Ну ладно. Ну чё, заставим в пиздень? Итак, давайте, ну да, я успокоился, немножко покурил, пожрал, ещё раз покурил. Сейчас могу адекватно сказать, чё же всё-таки в сухом остатке. Давайте начнём за упакой. Вот эти детали, вот эти детали, скорее всего, уходят в пункт камеру. Это винтик родной, обзатчишный, 73-й, головы поршня. Голова цилиндра уходит в золотой фонд. Это тоже уходит в наш золотой фонд дубы и бизма. И вот это, как делать нельзя. Да? Дальше. Моторчик, он не очень жив, но я думаю, может, восстановлю на какую-нибудь вторичку, ещё куда-нибудь, может быть, оно пойдёт. Тут надо заменить щётки, надо проклеить и нормально прообжать основание мотора, и как-то оно жить будет. Где-то, может быть, когда-нибудь оно мне пригодится восстановить кому-нибудь, блин, привод перед игрой или вторичку какую-нибудь свою восстановить. Когда вот уже пофигу на прочность, надо, чтобы отыграло одну игру и дальше ушло на нормальное ТО. Пусть будет. Уходит в пул. Вот это всё. Вот это, все эти детали. Ну, я не знаю, вот, эта деталь уже не уверен, что я её буду оставлять куда-то. В смысле, пулемёт я её точно не поставлю, она слабовата на той задачи, которую я собираюсь делать. Но все вот эти детали, они, в принципе, неплохие сами по себе. Шестерни повреждены, но я посмотрю, может быть, у меня есть верхний блин и я просто переобожму их. Эти две шестерёнки точно остаются. Иногда бывает так, что срезает одну из этих шестерёнок и остаётся живая секторка. Вполне ничего, пойдёт в запчасти, когда-нибудь пригодится. Тапит уходит во вторичке. Шток без подшипника, но я найду для него аккуратненькую шайбочку и тоже пущу на какую-нибудь вторичку, где сильно нагрузки не будет. Все дела. пружина, вот эта 150-я, которую вот так вот повело, она явно не новая, она уходит тоже в золотой форме камеры. Что пойдёт в пулемёт в лучшем случае для этих деталей? Это вот это вот. Да, но не считая подшипников, их надо отсюда вытрясти, я сейчас прям сделаю, потому что они не годятся никуда, они не были вклеены, кстати, вообще. и они тоже в пулемёт уже не пойдут. Вот это, видимо, крепко размяло. Выбью, нахрен. То есть вот эти детали в принципе в пулемёт ставить ещё можно. Вот то, что я вот наключил. это всё мертво. Это тоже мертво, можно считать, они помятые. Чёрт. Вот то, что лежит здесь, это то, что годится для пулемёта. Замечу, ни одна деталь, из которых стояли внутри, не годится для сборки пулемёта. То есть, когда вы покупаете у чела, который не пишет, в какой мастерской собирался привод, или говорит, что с приводом что-то не так, он не запустился, готовьтесь примерно к этой ситуации. Да, наша ситуация крайняя, что раздолбало даже обычную вечную деталь. А, камера hop-up, она у меня тут тоже недалеко, её можно ставить в пулемёт, вот за это большой респект. А если её убрал куда-то уже. Она в стволе у тебя. А, в стволе лежит, да, её можно ставить тюнинг. стволик, я её вытащу. Вот. Камера hop-up, она идёт сюда же. Стволик, если вы не заморачиваетесь на кучность, тоже может быть установлен даже в тюнинг. Потому что базовый стволик даёт необходимый пулемёту разлёт, для того, чтобы вести хороший, подавляющий огонь. А вот то, что было внутри, сори, цилиндр не подходит здесь по той причине, что вот такой короткий стволик и полный цилиндр это несовместимые детали. Тапит слишком слабый для пулемёта. Шестерни легко поддались износу, это СХС, его не стоит ставить в пулемёт. М73 голова на 150 пулемёт, у нас ограничение 150, также не качественно, до 140. Шток без подшипника, нельзя на 140 пружину. Подшипник от головы и поршня я оставлю вместе с ней. антиреверс базовый, его, конечно, можно было бы судить, но это будут слабые детали, я не хочу рисковать всеми деталями, которые бы я поставил внутрь из-за детальки за 300 рублей, к чёрту. Я её поставлю на какую-нибудь вторичку, где она будет вечной. Пружинки базовые, они, конечно, даже тугие, даже ничего, но, честно говоря, я вижу на них уже некоторый износ, некоторые замятия, и я бы не стал их ставить в пулемёт при новой сборке. Эта пружинка пригодится, может быть положу её к мотору. Вот как-то так. То есть, из всего, что здесь стоит, по сути, только корпусы гирбокс не подходят. Всё, что было в комплект, ну и камень. Всё. Вот так. Какой я могу сделать из этого вывод? Покупая на ESG, необходимо готовиться к тому, что вы покупаете, по сути, турку. С высокой вероятностью, если этот привод явно не заявлен как собранный в хорошей мастерской, гарантии или ещё что-то и нету точных фотографий внутрянки, готовьтесь к тому, что там может стоить вот такое говно. И не разочаровывайтесь, не тратьте свои нервы на то, что да, внутри говно. Вот. Как-то так. Ну и посмотрите, что сразу было выброшено из комплекта пулемёта. Вот это вам не пригодится, если только вы не любите базовую цепь, базовую 249 пара прикладку. базовые сошки. Не извращайтесь. Большой респект продаванную за аккумулятор. Всё остальное по корпусу. Но это мелкие замечания, которые мне в любом случае исправлять даже с новым пулемётом, не считая защёлки и апперосевера. Всё в принципе в норме. Всё хорошо. Вот. Теперь, собственно, к чему весь этот замечательный обзор и всё это насмехательство над ESG. Я ни в коем случае не насмехаюсь над ESG. Я повторюсь, это лучшая площадка для того, чтобы найти себе привод. Не надо переплачивать за базовый привод. Из базового привода годится примерно столько же. Только базовый привод в такой же комплектации мне бы стоил наверное тысяч так семнадцать, может быть пятнадцать в зависимости от магазина, плюс мне бы летела ещё доставка. Здесь удалось обменяться. Это же прекрасно. Мне что-то было не нужно, человеку что-то было не нужно. Мы оба довольны. Я очень надеюсь, что то, что мы отправили товарищем в обмен на это дело, человеку пригодится. В принципе, мы отправляли очень подробные фотографии по внутрянке и все запросы выполнили. Вот как-то так. То есть выгода ваша ровно на то, что вы не потратили лишние деньги на базовые детали. Ну, в принципе, того и ожидали. Ну что ж, а теперь зачем весь этот обзор? Мы планируем вот из этого пулемета, вот из того, что нам пришло, из пулемета, который уронили в мастерской, по словам продавца, из пулемета, в который сунули просто много кусков говна, это мы теперь выяснили, мы хотим сделать из него конфетку. И вот этим обзором мы объявляем примерно то же самое, что было почти год назад, когда мы делали ХК-шку. Только теперь мы делаем пулемет. С одной стороны, это несколько проще, потому что улик сам по себе, конструкция более простая. С другой стороны, у нас идет расчет на более высокие нагрузки. у нас уже не 140 задачи, а все-таки 150 и как бы не превысить предел. Сегодня я составлю списки деталей, с Биллисом отправленным партнером и посмотрю, что у них есть. Всем спасибо, с вами был Айс, до новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА